Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как поступить, если скучаешь по бывшей лучшей подруге? Постарились 8 месяцев назад из-за того, что ее парень был против нашего общения. Она выбрала его, а не нашу дружбу. Потом мы еще высказали друг другу все плохое, что думаем друг о друге. Она после этого писала мне в Сбербанке онлайн просьбы забыть и не держать зла. Я игнорировала. Сейчас она расписалась с ним в ЗАГСе и в соцсетях вижу. Она была токсичным человеком, хотела гулять с друзьями своего парня в минус 10 и метель, а мне в облачности плюс 10 могла отказаться, сказав, что погода плохая. Я ей покупал алкоголь и сигареты, а когда они много поругались, я сказал ей это, сказал тебя об этом никто не просил. Тем не менее, в последнее время я часто вспоминаю о том, как мы проводили время вместе. Наверное, я хочу вернуть те времена. Часто слышу песни Валерия Милаза «Салют Веры». Я вспоминаю подругу, потому что ее тоже зовут Вера. Хочу немного рассказать ей, например, что недавно с ее бывшим общалась. Ну, не знаю, как с ней помириться и стоит ли вообще это делать. Ксения, ну, честно говоря, мы тоже не знаем. По крайней мере, я точно не знаю. Потому что это вам решать. Вам решать, как поступать и вам решать, как действовать в этой ситуации. На мой взгляд, на мой взгляд, сначала вам нужно определиться с тем, какую проблему вы решаете через скуку. То есть, вы скучаете, вам не хватает возможности делать человека счастливым. Например, ну, допустим. Или вам не хватает чего-то для, так скажем, себя. То есть, я бы вот, как-то, на это, пожалуй, шпуле, обратил бы ваше внимание. Для начала. Дальше. Вы говорите о том, что она выбирала не вас. Вы говорите о том, что что-то делали для нее, она, получается, это не ценила, и при случае вы ей об этом сказали. Выглядит так, как будто бы вы в этой ситуации находитесь в позиции жертвы. В том смысле, что делаете для человека то, например, чего вам делать не хочется, допустим. То есть, ну вот, делаете что-то как бы через силу. И когда вас не оценивают, а получается, что ваша подруга не оценила вас, вы чувствуете себя сильно хуже. И вот это, пожалуй, проблематично. Потому что вы здесь находитесь как бы в зависимом положении, в более таком как будто бы уязвимом, что ли, положении. И, на мой взгляд, это то, что может быть проблема. Как мне видится. То есть, вам бы вот с одной стороны посмотреть на то, чего вы хотите. от подруги своей, да? Ну, в смысле, вот, что вам нужно от неё. Всё. Вот. Сначала, было бы неплохо, сначала, если бы вы, ну, если бы вы посмотрели на это. То есть, вот, то есть, вот, ваша, ваша скука по ней, это что такое? Это про что? Понимаете, да? Вот, когда вы говорите, что, а, я по тебе скучаю. Это, о чём здесь речь идёт. То есть, вот, на мой взгляд, это очень важно. Очень важно вам как-то вот увидеть этот момент для себя, конечно. И, возможно, имеет смысл двигаться в сторону того, чтобы себя не предавать. Возможно, имеет смысл двигаться в сторону того, чтобы не действовать вот так, как вам неприятно, ну, было бы неприятно. Действовать всё-таки из-за какого-то чувства заботы о себе, например. Потому что сейчас, на данный момент, этой заботы, вот, я бы сказал, не чувствуется. Нет ощущения, что вы себя как-то вот замечаете, да? Нет ощущения, что вы как-то вот к себе там, не знаю, прислушиваетесь. Нет ощущения, что вы на равных с подругой, вот, какой момент. Без этих аспектов, на мой взгляд, отношения-то и дружбу не построить. В смысле того, что она, я имею в виду, ваша подруга, ну, также будет, вероятно, видимо, выбирать, ну, вот, не вас. Вот, она будет выбирать там, ну, не знаю, там, другого, другого, то есть необязательно, конечно, это будет сейчас прямо молодой человек, да, её муж. Теперь, вот, вполне может быть, что это будет что-то другое, но, тем не менее. Ещё один важный момент, на который тоже я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что, когда вы говорите, что вот она меня там не выбирала, да, вот она там, значит, ну, вот, не хотела, не хотела там со мной идти, да, вот, вот тот же момент, как вы, вот, к этому, ну, как вы к этому относились или относитесь, то есть, почему вы, например, думаете, что, что будет по-другому сейчас, вот, то есть, вот, что изменилось или что могло измениться, по вашему мнению, да, что, вот, как-то изменило её, вот. Поэтому отношения, конечно, можно, безусловно, возобновить, да, то есть, можно сделать, ну, как бы, так, чтобы вы, вот, вместо-то были, опять, чтобы, ну, опять, опять, как бы, чтобы общение, скажем так, зародилось, да, вот, я не вижу проблем здесь. Но, на мой взгляд, просто, если не вы, не вы, не она не изменились, да, то есть, если вы остались, в целом, ну, в целом, в целом, такой же, вот, если она осталась, в целом, такой же. Вот, то я не очень в данном случае понимаю, ну, почему, почему ваше общение может, может вкладываться иначе. Честно говоря. Вот. То есть, для меня этот момент не ясен. И, в общем, в общем-то, хотелось бы прояснить у вас этот аспект. Хотелось бы, чтобы вы, как-то, вот, рассказали об этом. Ну, поподробно, да, вот, хотелось бы, чтобы вы, ну, пояснили эту, эту деталь. Потому что, ну, деталь важна, деталь важная в данном случае. Эээ, очень важная деталь. И, вот, хотелось бы, чтобы вы о ней рассказали. Как-то так, как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте сейчас. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, желаю вам всего самого доброго, удачи и обращайтесь за помощью. Всего вам самого доброго.